Ученики музыкальных школ Республики и Государственный симфонический оркестр выступят вместе в рамках проекта «Юные таланты Приднестровья». Татьяна Ивашенко познакомилась с некоторыми участниками концерта. Чтобы выйти на главную сцену Дворца Республики, 9-летняя София серьезно настраивалась. Предстоящий концерт для вокалистки из Бендер – дебют на большой сцене. Прежде девочка выступала лишь в родной музыкалке под аккомпанемент фортепиано. А совсем скоро – ее звездный час. Как-то страшновато чуть-чуть. Я просто жду, чтобы я получила удовольствие от этого и другим людям, чтобы радость им принесла. Проекту «Юные таланты Приднестровья» уже 24 года, и каждый концерт открывает новые имена. На предстоящем концерте 30 участников от 7 лет и старше. Это учащиеся музыкальных школ Приднестровья, призеры фестивалей и конкурсов. Каждый раз новые таланты, конечно. Те, которые были 23-24 года тому назад, уже работают во многих оркестрах. И в Большом театре, и в Московском оркестре, в Румынских оркестрах, в Молдавских, в наших оркестрах. Тот ребенок, который сыграл хоть когда-нибудь с оркестром, на следующий день – это уже другой ребенок. В концерте для скрипки Кабалевского уверенно солирует выпускник школы Рахманинова. Максим Карай с симфоническим оркестром уже выступал. Говорит, ответа на вопрос, как справиться с волнением дебютанта, у него нет. Впрочем, он не пытался его искать даже тогда, когда сам впервые вышел на большую сцену. Когда не чувствуете волнения, то без эмоций каких-то выступаете. А волнение, оно как бы добавляет вот этого азарта и искренности. Полностью надо отдаться музыке, чувствовать инструменты, оркестр, не обращать внимания на всякие, на то, что много зрителей на вас смотрят. Раньше, когда можно было свободно приезжать, приезжали из разных стран на эти проекты, участвовали из разных стран дети. И профессора мне говорили, вот мы хотим тоже в нашем государстве так сделать, но приезжают через два года. Вы знаете, не получилось. Дирижеры местные говорят, а откуда у нас этих нот нет? А вот я вам открою, и родители это знают, мы делаем сами аранжировки. В программе предстоящего концерта произведение Вивальди, Моцарта, Шуберта, Кабалевского. Насладиться классической музыкой и поддержать юных артистов могут все желающие. Концерт состоится 23 марта в 18.00.